В Казахстане какое-то отдельное чувство юмора? Блин, ты, конечно, красавчик, вообще молодец, да? Учился 6 лет на айтишника, был типа отличником в школе, прикиньте, к такому пришел, да? Хорошая золотая середина между слишком спокойным городом? Между пенсией и суетой, да? Подвыпившие, трезвые женщины, мужчины, литовцы и русские. Я бы лучше стих на линейке рассказал и обосрался бы, нежели я бы вот так вот вступал. Казахи будут смотреть, такие, эй, я не такой, ты чё? Привет, друзья! Это очередной выпуск Радиоточки. Меня зовут Дмитрий Семенов. Мы находимся в прекрасном городе Вильнюс сегодня на площади Лукишкис и знакомимся с нашим очередным гостем. Напротив меня сидит стендапер Самат Сахиев. Самат, привет! Привет, Дима! Я правильно тебя представил, стендапер? Стендап это как бы... Или стендап это твое хобби, а не твоя жизнь? Ну, скорее, я бы сказал бы, это хобби. Я только-только начинаю, скажем, свой путь. Я бы сказал, это то, чем я занимаюсь в свободное время. И там, где я могу, не знаю, немного расслабиться, провести свободное время. Но посмотрим, как это получится в будущем. Если будут какие-то успехи либо продвижения, может быть, это и превратится в основную работу. Тогда в таком случае можешь рассказать немного об основной твоей деятельности, а потом вернемся к стендапу. Да, я сам вообще айтишник, как по образованию, как и по профессии. Я в Вильнюсе уже живу 6 лет. И, ну, как бы я начинал свой путь сначала в Казахстане, откуда я сам родом, из города Алматы. Прекрасный город вообще. Да, я там, как обычно, как и все, многие, я проходил, ну, поступал в университет. Также потом после этого я отучился на айтишнике 4 года. И после этого уже, ну, искал какой-то опыт, да, в своей сфере. И, ну, по сути всего этого процесса я понимал, что надо, ну, что-то менять в своей жизни, что ли. И жениться, конечно, не лучший способ сразу после университета, да. Но, вот, и был у меня такой гэпьер после того, как я университет закончил, где я получал какой-то опыт в корпорации и подумал, что мне надо куда-то дальше идти развиваться. И у меня была такая цель, надо попробовать уехать за границу, набраться как и жизненного, как и профессионального опыта, попробовать себя в чем-то. И вот я примерно оказался здесь. Как, ткнул на карту, точку на карте или как? Вот из далекой Алматы тебя вильнюю занесло? Да нет, на самом деле это все произошло случайно, учитывая, что я еще во время своей учебы, у меня был один семестр в Малайзии, я узнал, что такое заграница, что такое увидеть мир, как жить самостоятельно. И вот я бы хотел еще больше этого узнать. И после окончания своей учебы я уже смотрел варианты, куда и как, каким образом можно попасть за границу, хоть это была бы учеба или, не знаю, какая-то профессиональная деятельность. И вот так как-то случайно увидел, что в Литве в университете там был какой-то конкурс на бюджетной основе учиться. И так я попал в Вильнюс, в Вильнюссек университет. И я также получил бюджетное место, за что в стране, городу, университету огромное спасибо, что такая возможность была и эту возможность смог получить. И на самом деле я никак не жалею, а наоборот только рад, что у меня вот все это произошло. Я поступил в магистратуру, пара лет отучился также по своей профессии. И я понял, что можно, ну вообще Вильнюс для меня очень комфортный город. Учитывая, что в Алматы очень много суеты в последнее время, с каждым годом все больше и больше людей, больше проблем, очень много суеты. И я подумал, что вот Вильнюс это очень такая хорошая золотая середина между слишком спокойным городом. Между пенсией и суетой, да? Да, абсолютно. Как бы здесь и можно пенсию на самом деле проводить, но можно здесь и достаточно комфортно жить. То есть не быть в какой-то большой суете, постоянно не париться о чем-то. И вот как-то таким образом подумал, что Вильнюс это отличный город. Скажи, а тебе скучно стало в Вильнюсе или скучно стало работать айтишником, что ты в итоге решил попробовать себя в стендапе? Ну, вообще, многие мои знакомые, кто также себя пробовал здесь в стендапе, вот они как раз говорили про первый случай, что особенно в какое-то зимнее или осеннее время, когда уже было поменьше мероприятий в городе, они сказали, что да, нам делать нечего, мы пойдем либо на стендап, либо попробуем поучаствовать. У меня, не знаю, я сам достаточно давно слежу за этой культурой, потому что у нас в Казахстане в последнее время очень хорошо развивается, она выходит на медиа, о них очень много говорят, и сами стендап-комики, они выходят уже почти во все сферы жизни, это как и кино, как и музыка, как и любое другое творчество, и они как бы попадаются на глаза, и в принципе я сам, можно сказать, попал на их удочку, и я подумал, что это очень прикольно, потому что я сам тоже давно увлекался юмором, я никогда его сам такой, знаешь, профессиональный что ли, деятельности, на какой-то большой сцене не пробовал себя, не считая каких-то там пару выходов на КВН, видимо, совки какой-то в школе, знаешь, но я подумал, да, у меня тем более еще есть что рассказать, поделиться опытом, потому что бывают такие люди, не только в Литве, а в целом, что они не знают про Казахстан, не знают про казахов, им всегда интересно узнать о нас побольше, потому что когда мы только приехали в Вильнюс, и у всех людей возникали вопросы про нашу страну, про культуру, чем мы живем, как мы живем, и, ну, естественно, как и у всех многих местных литосов, первый вопрос к иностранцам, почему Литва, и почему вообще здесь, но не в таком плохом контексте, да, но... Ну, вообще-то, подожди, вообще-то, я так понимаю, ну, не знаю, насколько это стереотип или не стереотип, я думаю, может быть, отчасти стереотип, а отчасти это такая жиза, знаешь, как говорят, правда жизни, да, что вообще-то здесь у многих литовцев, особенно если мы говорим не о Вильнюсе, есть такое определенное неприятие к другим культурам? Ну, не знаю, я сам лично такого как бы не заметил в своем опыте, наоборот, люди больше с любопытством, наверное, спрашивают, да, то есть, что это такое вообще, ну, просто еще казаки, знаешь, они разные, то есть мы по-разному выглядим. Конечно, большинство это более такие монголоидно-тюркские народы, где мы почти одинаковые, и это очень тоже такая частая ситуация, что нас путают там или забывают имена, что мы, в принципе, уже привыкли и как бы не обижаемся. И как бы... Да-да, я помню твою шутку, там, ну, знаешь, такую импровизацию на стендарте, там, Самат, Азамат, да, вот это вот. Да, ну, это, кстати, правда, потому что я, когда представляю, что меня зовут Самат, они говорят, как, Азамат? Я говорю, нет, Самат. Ну, я потом пришел к мнению, что можно представляться как Сэм, это мое короткое имя, да, скажем, такое более интернациональное. Я даже, когда жил в Малайзии, я говорил, что меня зовут Сэм, но когда они узнавали, что у меня полное имя Самат, они такие говорили, а почему ты сразу не сказал? Потому что у нас у малайцев тоже есть имя Самата. Я такой, ну, чтобы вы не забыли, кто я, да? Вот, ну, а так в целом нет, в Литве у людей такой, скажем, неприязнь либо какого-то там, не знаю, плохого отношения к другим людям. Я лично не замечал, может быть, где-то я это видел где-то в СМИ, где-то читал, но сам лично или мои близкие, кто здесь живет, мои друзья, мы лично с этим как-то не столкнулись, по крайней мере. Ну, знаешь, я думаю, наверное, во многом это вопрос личного опыта. Я, естественно, это тоже не замечал, как бы, да? Ну, не то чтобы там по отношению к себе, даже там по отношению своего близкого круга, скажем так. Но истории такие действительно есть и в СМИ, и там среди моих интервьюеров были люди, которые рассказывали. Как бы ты отреагировал, если бы ты с этим столкнулся? Может быть, шуточку перевел бы, давай вот симпровизируем как бы, да? А, ну, была такая на самом деле ситуация, но там был не только я, там были и другие ребята из других стран. Там были из Африки ребята, были из Эквадора. И мы как-то вместе ходили играть в футбол. И, ну, Полин находился далеко от бараков, где мы жили. И потом мы возвращались, и я смотрю, два мужика вот так на нас сидят и смотрят. Ну, я, как бы мои ребята, они это не замечали, но заметил я, и я подумал... Потому что в Казахстане так, наверное, часто тоже смотрят, да? Куда-нибудь зайдешь, не в тот район. Ну, да, бывает такое. Я, как бы, к этому привык, я тоже решил, ну, я же не черт. Давай, посмотрю тоже на него в упор. И мы ехали так примерно 10 минут, друг на друга смотрели. И мне просто, вот, теоретически было интересно, что он сделает, что он скажет. И ничего, на самом деле, ничего такого не произошло. Пришла их остановка, они вышли, посмотрели на нас из авто... из улицы, мы в автобусе, и они просто показали средний палец, и все. Я как-то это всерьез не воспринял, что это плохое отношение к нам, что ли. Это просто малая часть людей, которые не знают, то ли какие-то комплексы, то ли что-то еще. И я как-то это всерьез не воспринимаю. Вот примерно как-то так. Ну, другие-то... Вот бывали ребята из других стран, которые говорили, что у них был такой опыт, где к ним там то ли сказали плохо, то ли что-то их как-то оскорбили на такой почве. Но у меня своя, как бы, такая методика, да. Не знаю, она подойдет всем или нет, но я просто говорю себе, что... Ну, может быть, у тебя, как у иностранца, может быть, какие-то комплексы, что тебя там могут, не знаю, задеть просто на то, что ты вот такой вот. Ну, надо принимать такой, какой ты есть, да. То есть у тебя, блин, один на миллион шанс, чтобы просто жить, да. Вот эта маленькая часть, которая доходила до яйцеклетки, то есть это, ну, шансы на миллион, понимаешь. И поэтому надо просто принимать. И те люди, которые так же пытаются оскорбить, они действительно с какими-то комплексами. Раз они уже в своей жизни, может, чего-то не добились, что-то пытаются сделать, не получается, и они это пытаются обвинять не в себя, а в кого-то другого. И если это иностранец, так проще к нему, наверное, немножко побыковать на него, что ли, да. Ну, у тебя такой философский подход, да? Ну, да, я стараюсь немножко по-философски, может, это, не знаю, я не скажу, что я старый, да, но, может, не сразу это заметно. Мудрый, я бы сказал. Может быть, и мудрый, хотя я так не считаю, но с возрастом как-то ты стараешься более по-философски относиться ко многим таким вещам, а раньше ты относился либо, не знаю, как-то более серьезно, либо старался это все подходить с юмором где-то, и это реально помогает. Но со временем ты уже понимаешь, что, ну, это жизнь, что же делать. Слушай, а вот, знаешь, я сейчас вспоминаю, так перебираю, да, разный этап в своей жизни. Я вот помню, в детстве там КВН был очень популярным, да, ну, вот когда я еще в России жил, вот. И я помню, там обязательно была какая-нибудь команда КВН из Казахстана. В стендапе, да, как ты сказал, там, в Казахстане это, собственно, популярно, да и можем, я думаю, вспомнить даже там, да, каких-то известных стендаперов тоже из Казахстана. Ну, ты сам, собственно, такой пример, хотя ты вот начинающий. А в Казахстане какое-то отдельное чувство юмора у людей? Кстати, эти многие, ну, многие люди, да, со стран СНГ, я бы так, наверное, сказал, они всегда интересуются, у них даже такие вопросы были, почему казахи крутые. Я просто такой думаю, да ладно, что ты, брось, мы не такие. Ну, вообще, это, наверное, специфика нашей страны. У нас страна большая и очень многонациональная. Так исторически сложилось, что у нас живет на данный момент, наверное, более 150 национальностей. И, конечно, когда ты видишь, например, рядом казаха и немца, которые учатся с 1 по 11 класс вместе, ну, я сомневаюсь, что я где-то это увидел в другой любой стране мира, знаешь. И когда вот живут разные народности, с разными культурами, с разными языками, и где они вместе проходят какой-то общий путь, и вот формируется такое, знаешь, своего рода, может быть, какое-то общение, ну, какой-то сленговый такой, знаешь, стиль, который могут, наверное, понимать, может, только люди из Казахстана, либо люди, которые только знакомятся с людьми из Казахстана и видят, что у них, о, у вас вот действительно прикольно. Вот я такого, например, сленга вот никогда не слышал. Кстати, вот здесь была тоже интересная история. Я, когда жил в Бельгии, я там стажировался в 2019 году летом, и у меня был мой сосед по комнате, он из Украины. И, ну, мы как-то тоже, естественно, мы познакомились, пообщались, мы вместе работали. И когда я говорил свои какие-то фразы, ну, которые понимает Казахстан, я ему это говорю, ну, также на русском языке. Давай какой-нибудь пример, что ты ему говоришь? Ну, например, вот мы как-то сидим, и нам надо было выходить на работу через 5 минут. И я ему говорю, что там ехало? Он говорит, куда ехало? Я бы тоже не понял сейчас. Ну, вот, я говорю, вместо того, как мы спрашиваем, как дела, как ты, мы обычно говорим, что там. То есть, что там, это, если перевести, может быть, на английский язык, это типа WhatsApp. Это не означает, типа, а что там, да? То есть, а это просто в целом, как ты или как жизнь, что там вообще в целом по делам, знаешь? Что почем, какие цены, да? Что почем, типа, да. У нас вот слово, такая фраза, что там. И вот, когда, а слово ехало, это не знаю, это все понимают, у нас в Казахстане, это, знаешь, типа, ну, пошли, погнали, типа, знаешь, уже, let's go. Вот, примерно в таком стиле. И вот я, когда ему это сказал, он не совсем меня понял. Мне потом, пока мы шли на работу, я ему примерно объяснял, как мы разговариваем. Он примерно это подхватил. Это в литовском, по-моему, будет такое, юдом, да, юдом? Ну, типа, юдом, да. Типа, погнали, знаешь, примерно как-то так. И была еще такая ситуация, вот здесь у нас были друзья тоже, вот, где мы вместе жили в общаге. И там, получается, был друг из Белоруссии. И он в основном дружил с нами, с казахами. Ну, как-то так сложилось случайно. И через какое-то время, пару-тройку лет с нами пожил, и он примерно так, как и мы начали общаться тоже, то есть по сленговым словам, по каким-то этим, то есть даже местами где-то казахские слова знал, казахские маты тоже знал. И вот, например, как-то так вот. Ну, не знаю, это так вот сложилось, знаешь. Мы смешиваем и русский, и казахский. Местами сейчас уже модно какие-то английские слова вставлять, чтобы мы друг друга понимали. И вот за счет такой разнообразности в катастрофе у нас вот свой такой стиль появился. Я думаю, это также применимо не только в стендапе, может быть, и в музыке, в кино. Даже в обыденности, на самом деле, это может быть заметно. И в этом, на самом деле, можно найти какие-то плюсы. Как бы ты оценив уровень русскоязычного стендапа в Вильнюсе? Ну, я слышал просто про некоторых людей, сказал бы больше, как организации, которые этим уже занимаются несколько лет, может быть, даже и 10 лет, я точно не знаю. Ну, я бы сказал, что здесь надо бы побольше медийности, что ли, привести, чтобы побольше людей сюда приходило. И плюс, наверное, почаще приглашать других комиков из других стран, где был бы больше интереса, больше развития стендапа. Я сам в этом деле в Вильнюсе не так давно. И вообще мой, скажем так, дебют в стендапе произошел именно здесь, в Вильнюсе. Потому что я всегда думал это попробовать в Казахстане. И всегда, когда я езжу в Казахстан, думаю, вот пойду попробую себя в открытом микрофоне. И как-то руки не доходили. Но так как я большую часть времени нахожусь здесь, и я попробовал себя здесь. И вот, да, у нас здесь в Вильнюсе чуть-чуть только развивается, и нужно не останавливаться и пробовать делать больше, делать больше интересного какого-то контента для людей, сделать какой-то интерактив, чтобы люди с большим удовольствием приходили. Не просто послушать, попить чай, пиво, кофе, не знаю. И немножко, чтобы люди тоже приходили с интересом сюда. Ты когда выступаешь, ты обычно импровизируешь, или у тебя прям вот заготовленный такой план? Ну вот, поначалу у меня были заготовки. Я вспоминал свои истории, да, свои жизни, которые у меня были. И я сам такой местами человек впечатлительный. Иногда хочется этой историей поделиться с другими людьми. Ну, например, рассказать жене одну и ту же историю по несколько раз, это бывает, ну, не очень, да. И хочется поделиться историей с другими, да. И вот как раз-таки в этих местах, с тех событиями, которые с тобой произошли, можно где-то преувеличить, где-то преуменьшить, но главное, чтобы повеселить публику. И вот у меня первые 3-4 выступления, они как раз были примерно такими. Потом я подумал, надо бы попробовать себя еще в импровизации. И у нас были такие моменты, где на открытом микрофоне мы с моим товарищем как-то тоже сели и попробовали это симпровизировать. Вроде бы получилось неплохо, но я бы сказал, что надо это делать почаще, не бояться, и плюс на таких вот непровизациях, не знаю, как-то быть более расслабленным, и плюс воспринимать это не как, не знаю, какое-то выступление на жизнь или насмерть, да. А вот как будто это все твои друзья, где ты пришел на посиделку, и ты просто рассказываешь интересную историю, либо ты просто уже с ними выходишь на диалог и пытаешься просто пошутить на какую-то общую тему, где и этому собеседнику было бы интересно, что-то узнать. И сам ты как-то, не знаю, узнал человека с другой стороны, что ли. Вообще в целом узнаешь каких-то новых людей, и вот примерно как-то так. Были у тебя выступления неудачные, которые ты сам для себя считаешь вот неудачными, зал уже шевелить мне не удалось, смотрели на тебя с изумленными лицами, не понимали вообще о чем ты. Просто я почему как бы, да, спрашиваю, вот как, собственно, для предыстории, да, как мы с тобой познакомились. Я был в жюри, собственно, на одном из стендапов, где выступал ты, там, и другие твои коллеги. Я просто сейчас без фамилии, но некоторые выступающие там, я вот просто смотрел на зал, вот реально у многих в зале было выражение, о чем вообще, мы не понимаем. Ну, вообще, да, первый раз, когда я пришел на открытый микрофон, где я вот списался с организатором, это было его тоже, знаешь, первое мероприятие в стиле стендапа, и он меня поставил первым. А я-то знал уже, что выступать первым, это не так-то просто. То есть это надо хорошенько разогреть зал, что потом другие комики, которые приходили, независимо от их материала, насколько он сильный или нет, чтобы они могли уже этот зал немножко рассмешить. И мне лично кажется, что первое моё выступление пришло так себе, потому что я чуточку волновался, плюс я свой материал написал, ну, так, знаешь, на быструю руку, и я подумал, что это можно было как-то лучше рассказать. Но в целом вроде бы людям как-то понравилось, и были люди сами, они в первый раз пришли на этот стендап, и они сами иногда даже не понимали, чего ожидать, что будет, и они просто сидели и чего-то грандиозного ждали. Но на первый раз, я думаю, плюс-минус неплохо прошло все в целом. Ну и с другой, наверное, я бы рассказал про импровизацию, которая была на женском стендапе. Ты, наверное, это хорошо помнишь. Да. Я не знаю, это также было после моей основной работы, я чуть-чуть подуставший, но при этом я был как бы морально готов, я уже прям настроился, я думал, что будет побольше людей, либо та же аудитория, которая была на нашем стендапе. Ну, так как это, ну, по всем обстоятельствам, так получилось, что людей было меньше, и люди были разные, и как-то подловить сразу, вот что-то симпровизировать, либо на что-то пошутить, у меня как-то не получилось. Но я не расстраиваюсь, то есть это опыт, надо пробовать себя, и все неудачи, они приводят к успехам, можно так сказать. Главное, просто не сдаваться, не огорчаться, это воспринимать больше, как, наверное, работа над ошибками, да, и чтобы постараться, чтобы этого не произошло. Ну, и плюс, видишь, в Вильнюсе тоже люди разные, то есть и подхватить аудиторию, и вот все фразы, реплики, которые ты говоришь, тоже бывает не так-то просто, то есть надо сначала чуть-чуть пощупать зал, посмотреть, кто есть кто, кто пришел, какие люди, и вот примерно на этой основе уже что-то пробовать, импровизировать. Хотя у меня вот этого времени как раз на последнем сэндапе у меня как-то не хватило, что ли. По твоему опыту, кто больше всего из публики, если мы говорим про публику, да, кто больше всего, громче всего смеется, я не знаю, подвыпившие, трезвые женщины, мужчины, литовцы и русские? На самом деле, это зависит от того, что ты рассказываешь. Если расскажешь какую-то такую общую обыденность, например, у меня был монолог про бомжей, ну, все видели бомжей, может кто-то был бомжом, я не знаю, но эти люди все-таки сталкивались с этой ситуацией, и когда ты рассказываешь шутку, разгоняешь именно на эту тему, то уже почти все люди на это смеются. Я гулял, и подходит к мне бомж что-то говорить на венгерском. Я сказал, sorry, I don't speak Hungarian, I don't understand you. И он такой, ok, no problem, I can speak English. Плюс это, знаешь, это не такая, скажем, не то, что аудитория, а группа людей, если так можно сказать, про бездомных, которые, ну, не будут, может, обижаться, может, они даже это не узнают, не увидят, и, как бы, не будет таких людей, которые как-то сильно обидятся на эту шутку, да, скажем так. Бывают, например, другие комики, которые рассказывают очень много про отношения, рассказывают про семью, и вот в такие моменты как раз смеются больше семейные люди, которые, ну, для них это о, жеза, жеза, да, примерно так. Это было. Бывают и темы, где понимают только молодые, например. А вот, например, на последнем стендапе вот я вот не мог прочувствовать, но там была очень такая смешная ситуация, что, что бы я ни говорил, как бы это не было ужасно, но там был один мужчина, но он на самом деле вроде бы как был трезвый, вроде бы, я не уверен, но он так сильно смеялся. Он, да, он просто смеялся. А мы вышли, ну, после моей импровизации, когда у нас был перерыв, я вышел, и я говорил организатору, говорил другим ребятам, блин, это было самое ужасное выступление в моей жизни, я бы лучше стих на линейке бы рассказал и обосрался бы, нежели я бы вот так вот выступал. Но через пару минут приходит этот мужчина, руку жмет и говорит, блин, ты, конечно, красавчик, вообще молодец, я такой, ну, кому-то понравилось, кому-то понравилось. Вот примерно, я же говорю, то есть, я стараюсь это воспринимать не как большую неудачу в жизни, а больше, наверное, какое-то развитие, понять, почувствовать это все. А есть ли у тебя какие-то запретные темы, табу, на которые шутить нельзя? Я пока об этом не задумывался, потому что сейчас у меня, не знаю, вот такой вот, не знаю, стиль, что ли, если так можно называть, что я больше рассказываю какие-то интересные истории в своей жизни, потому что, например, бывает такое, что вот в Вильнюсе люди мало что знают о казахах, вообще в целом, как мы живем, да, и, ну, примерно наш стиль общения, да, если так можно сказать. И я вот стараюсь вот это преподнести и рассказать людям о нас, и рассказать вообще в целом, как мы живем, как мы вообще реагируем на многие ситуации, да, примерно так. Я не говорю за всех казахов, конечно, а то сейчас казахи будут смотреть, такие, эй, я не такой, ты че? Да, еще раз, Амат, как вы видите по имени и по моему лицу, я азиат, который хорошо говорит по-русски, ну, вы видите своими большими глазами. А вот такие, чтобы запретно, я пока не думал, но я бы сказал, что мне, может быть, не будет нравиться, наверное, рассказывать о личной жизни, я бы так сказал, я не хочу там, не знаю, ставить неудобное положение своих родственников, там, свою жену, да, например, и потому что, ну, это как-то такое, знаешь, плюс в последнее время многие комики уже на эту тему много разогнали, много рассказали, и что-то повторять по кругу мне пока не сильно хочется. А как, кстати, жена относится к твоему увлечению стендапом, ну, и родственники тоже другие, вообще, знают ли они об этом? Ну, она, естественно, знает, я думаю, или ты обманываешь, стендап? Не, на самом деле, жена меня поддерживает в этом плане, она наоборот говорила, о, круто, пойди, пойди, у нее, к сожалению, на первое время не получалось приходить на мои первые открытые микрофоны, но она пришла на последнее мероприятие, на кубок Вильнеса по стендапу, за что ей огромное спасибо, как и за поддержку, как и просто за то, что она находилась рядом, также знают об этом увлечении мои друзья, которые живут в Казахстане, или которые живут за границей, если говорить про родственников, мои родители об этом не знают, ну, потому что, так как мы находимся далеко друг от друга, мы, если общаемся, то в основном там про работу, про быт и все такое, но про увлечение как-то сильно пока разговоры не заходят, и я сам пока сейчас не тороплюсь, потому что... Шоком будет для них, если узнать. Скорее всего шоком, да, ну, потому что, знаешь, мои родители могут не то, что не принять, но, как бы, да они примут на самом деле, да, просто я сам не хочу как-то, может, для меня чуть неловко, что ли, сейчас родителям говорить, смотреть, я на сцене, я комик, как вам такое, да, учился 6 лет на айтишника, был типа отличником в школе, прикиньте, вот так, к такому пришел, да, но, может быть, придет какой-то момент, когда я действительно скажу, вот, я увлекаюсь стендапом, вот, я иногда выхожу, выступаю, но, я не знаю, как на это, они смогут среагировать, но, пока что, вот так вот, как есть. А жена у тебя местная? Жена у меня тоже из Казахстана, она из города Талдыкурган, то есть, недалеко от Алматы, где я сам оттуда, но она тоже живет в Литве, мы уже женаты из 2021 года, то есть, уже три года, да, недавно, в июле, была годовщина. То есть, здесь познакомились? Да, мы познакомились вообще еще до того, как она... какой-то тиндер для казахстанцев? Для казахов? Не, не, хотя, может быть, так назвать, я не знаю. Не, но мы вообще были знакомы до того, как она на Вильнюс приехала, у нас там были общие знакомые, то есть, ее одноклассник учился здесь, со мной в Литве, он тоже из Казахстана, и как-то пошло общение, были на расстоянии какое-то время, но потом она также поступила в университет здесь, и вот как-то так получилось. Да. Ну, знаешь, я хотел еще спросить, поскольку я вот два раза был в жюри, один раз вот на мужском, а другой раз на женском стендапе, и я так понимаю, что не только у меня сложилось такое ощущение, что женский был, ну, как минимум на полголовы выше. Почему, как тебе кажется? Или это в целом, как бы, женщины шутят гораздо более, так вот, знаешь, не в бровь, а в глаз, скажем так? Наверное, да, ну, я не скажу, что кто-то лучше, кто-то хуже, да, на самом деле у каждого есть своя какая-то изюмика, наверное, даже независимо от пола, но может быть и действительно, у женщин другой взгляд на жизнь, поэтому они могут рассказать очень такие смешные моменты, которые мы, например, мужчины, этого не замечаем. И когда они это рассказывают, и мы такие, ну, и смешно, и заодно ты задумываешься, о, а действительно, как-то, знаешь, прикольно. и то же самое и про нас, то есть мы можем рассказать какую-то одну историю, которую, например, не знают женщины, потом они тоже для них открываются где-то глаза, и мы вот так вот, может быть, друг друга и узнаем в какой-то степени. Ну, не знаю, у всех стили разные, и действительно, вот это выступление, которое было на женском садапе, оно было такое, очень интересно, я бы сказал. Дерзкое безтами, я бы сказал. Безтами даже очень дерзкое, да, потому что я бы, наверное, на первые такие выступления, я бы себе такую дерзость не позволил бы дальше. Хотя сам из Казахстана, да, у нас дерзость, это бывает местами второе, третье имя, я бы, не знаю, я бы так не смирился бы сделать. Да, а как у тебя с литовским языком? С литовским? Ну, тропоти герей, галю по колбятию, тропоти. Да, ну, я, собственно, почему спросил, как бы, можешь ли пошутить на литовском уже? Вот я, кстати, об этом задумывался, я вообще человек, который, ну, всегда бы хотел попробовать на разных языках поуступать, ну, не только можешь выступать, но даже и поработать, пообщаться с другими людьми. Я, в принципе, вот эту практику, ну, как, воспринимаю серьезнее, чем, например, сидеть за книжкой, учить там грамматику, слова, запоминать их. Как бы, интереснее всегда вживую, потому что ты больше узнаешь, ну, соответственно, в первую очередь узнаешь человека, плюс человек сам удивляется, ему действительно интересно, что человек с другой культурой, с другой национальности, он знает твой язык, и когда ты разговариваешь даже на какие-то общие темы на другом языке, это очень интересно. То есть, мне интереснее будет поговорить там с человеком о какой-то общей интересной теме, нежели там, например, читать в книге, что у там мальчика Джона 150 арбузов, а у его друга Майкла 15. Сколько у них в общем арбузов, знаешь, примерно так. И вот, да, если говорить про литовский язык, я думал об этом, но мне надо бы еще чуть подтянуть язык, чтобы и местами где-то можешь импровизировать, где-то подловить, и также, я думаю, выступать на английском. Здесь есть стендапы в Вильнюсе на английском языке, я даже как-то, ну, буквально один раз только списывался с организатором, но я что-то пока еще не решился пойти. Может, ну, потому что у меня еще материалы, надо чуть-чуть подготовить, что-ли, отточить, немножко потренироваться и попробовать уже выйти. Да, ну, у нас лето подходит к концу, да, сейчас такое, можно сказать, межсезонье в стендапе, в котором ты здесь участвовал, в русскоязычном стендапе, наверное, начнется осень, начнется новый сезон, соответственно, больше выступлений. Ты сам говорил о том, что у тебя во многом база, да, твоих выступлений, твои личные истории. Много личных историй за лето накопилось, которыми порадуешь осенью? Ну, не сказать, что прям очень много, но есть пару интересных событий, о которых бы я, может быть, рассказал. Есть моменты, которые, наверное, будут интересны, может быть, в какой-то степени иностранцам, приезжим в Литве. Вот я готовился к сдаче экзаменов, к ПМЖ в Литве, то есть, и там есть тоже несколько моментов, которые я бы с удовольствием поделился бы. Спойлер, может, такой маленький. Спойлер? Ну, спойлер, смотрите, учите язык, учите конституцию. Язык несложный, конституцию учите. Просто учите, ребята. Это совет, учите. Просто зубрите, да? Просто зубрите. Ну, главное, понимайте, главное, понимайте. Построить базу, построить какую-то методику, и все будет непочем. Зато я больше узнаю так о стране, потому что, если я, ну, когда только приехал, я так общался, мы больше интересовались про быт, про то, как люди живут, чем занимаются, но вот, чтобы узнать на более высоком уровне, то есть, какого рода законы есть, то есть, что является с новой стороны, да, вот, мне всегда это было интересно, и я это узнал, можно сказать, на литовском языке. Вот. Ну, и другие истории, это когда мои братья приезжали, младшие сюда, в Литву, они приехали в первый раз, и это, можно сказать, одно из ярких, да, таких событий, которые, ну, я с теплотой вспоминаю, также приезжал недавно мой друг, хороший из Австрии, он уже был в Литве второй раз, но как будто он приезжал, как будто он это не видел. В другую страну приехал, как будто бы. Да, потому что, видишь, он приезжал тогда весной, когда еще здесь было прохладно, было дождливо, ветрено, а он приехал летом, когда здесь очень прекрасная погода, и он сказал, что действительно, здесь лето по-другому ощущается. И вот даже мои братья, когда только приехали в июне, первое время была погода такая пасмурная, но буквально, когда мы возвращались домой, и вот поднялось солнышко, мои братья вот так вот смотрели, такие вау, а город действительно ощущается по-другому, когда солнечно здесь. И я абсолютно согласен. Да, спасибо, Самат, на этой приятной ноте мы будем заканчивать, я желаю тебе побольше, знаешь, жизненных историй, как бы приятных и смешных, и чтобы они были смешными, в том числе и для твоих зрителей, для твоей публики, я думаю, что у меня тоже будет возможность еще, соответственно, в новом сезоне осенью послушать, побывать, заценить, скажем так. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Дима, за приглашение. Было очень приятно с тобой побеседовать. Взаимно. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях, пишите также ваши пожелания, кого бы вы еще хотели увидеть в рамках наших выпусков. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Напомню, что это проект Radio. Проект Крест Полежкова и этот выпуск для вас провел я, Дмитрий Семенов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok